Привет! Это Камчатка с Александром Метровым. Мы продолжаем еженедельные выпуски «Камчатка. День за днём», которые рассказывают, как жил наш полуостров в разные годы века минувшего. Эти выпуски я подготавливаю по материалам старых документов и не менее старых газетных публикаций прошлого века. И, Боже, вас сохрани! Не читайте до обеда советских газет! Да ведь других нет! Вот никаких и не читайте. Кстати, напоминаю, «ща» значит «щаранской». Совестливость, рукопожатность, интеллигентность. А мы приступаем к нашим увлекательным чтениям. Сегодняшнее чтение посвящено последним майским и первым июньским дням разных лет на Камчатку. Итак, мы начинаем. 28 мая 1936 года. Камчатская правда публикует заметку «Дом отдыха» в ночиках. Обком союза рыбников летом приступает к строительству «Дома отдыха» в ночиках. А Блисполком утвердил это строительство. На Чикинскому сельскому совету, пишет Камчатская правда, запрещено производить какое-либо строительство, не относящееся к дому отдыха, в радиусе двух километров от горячих ключей. Кроме того, запрещена рубка леса и кустарников в трехкилометровой полосе. Этот же день, 28 мая, но уже годом позже, год 37-й. Та же газета «Камчатская правда» сообщает, что в Ленинград отправлены ценные экспонаты. Камчатский музей отправил в Ленинград для зоологического музея Академии наук шкуру, кости и череп редкого экземпляра «Камчатского барана». Это третий экземпляр барана весом в 9 пудов, с громадными рогами, с расстоянием между ними в 70 сантиметров. Был убит истекший зимой местным охотником Гичковым Иваном и сдан в музей. А мы продолжаем наше чтение. День следующий, 29 мая, год 1962-й. Газета «За высокие уловы». Так раньше называлась газета «Рыбак Камчатки». И в этой самой газете начальник навигационной камеры травового фото по фамилии Кадет пишет, что стихийное увлечение ребят романтикой моря, мечты о дальнейших голубых дорогах необходимо направить на создание при одной из школ города клуба юных капитанов. В нем они будут осваивать морское дело. В этом отношении наш город-порт явно проигрывает по сравнению с Одессой, Мурманском и другими крупными приморскими городами, где созданы и успешно работают такие клубы. Да, это правда, это правда. Кстати, напоминаю, что текстовую версию выпусков «Камчатка. День за днем» вы можете прочитать на моем канале сервиса «Яндекс.Дзен». Канал так и называется «Камчатка с Александром Петровым». И ссылка находится в описании. А мы продолжаем наше увлекательное чтение. 30 мая 1939 года. Авачинский рыбный комбинат, пишет газета «Камчатская правда», начал производство рыбной колбасы со свиным салом. Она приготовляется из разных пород рыб, включая и комбалу. Колбаса изготовляется под наблюдением опытного колбасного мастера товарища Лаврененко. Эта продукция предназначается для местного рынка. И последний день календарной весны, 31-й день мая, год 19-й века минувшего, в Камчатском Вестнике опубликовано объявление. Агентству добровольного флота требуется одна бочка засоленной черемши свежего сбора. Желающих поставить черемшу, просят обращаться в агентство. И дальше начинается календарное лето. Первый день июня, год 1976-й, газета «Моряк Камчатки». Когда-то Камчатское морское пароходство выпускало такую многотиражку. Моряк Камчатки сообщает. Порты Камчатского морского пароходства неперерывно пополняются техникой, плавсредствами. Поступает пополнение и в первом году десятой пятилетки. На днях морские буксиры «Изельметьев» и «Алмаз» вышли в Вамино. Там они должны взять на буксир самоходную боржу и пятисот тонны плашков, предназначенные для Усть-Камчатского и Петропавловского морских портов. Продолжим наше интересное путешествие по годам века минувших. Второй день июня, год 1918-й, газета «Известия», страница объявлений. Вновь открытый китайский магазин в городе Петропавловске, Большой улицы в доме Русанова. Бывший магазин «Лю Цинцзин», «Юйбао Шуй», в котором имеются в продаже всевозможные товары. Столовая «Лю Ши Тян». Вторая улица выше, баня дома Орехова. Ежедневно завтраки, обеды и ужины. Прием столовников помесячно с почтением «Лю Ши Тян». Вновь открыта столовая в доме Чупятовой по головной улице. Выдаются завтраки, обеды и ужины из свежего мяса. Также открыты кофейная и булочная с почтением «Лю де Куань». Обратите внимание, что не магазин, что не общепит, сплошь китайцы. Очень трудно, конечно, совместить все это. Для желающих пользоваться книгами городской библиотеки, выдача таковых производится по воскресеньям с 10 до 12 часов дня. День следующий. Третий день июня, год 1935. Газета «Камчатская правда» сообщает об организации большой экскурсии по долине Камчатки. Группа экскурсантов пишет «Газета должна выйти из Петропавловска в первой декаде июля по направлению села Малка. Оттуда на Батак спуститься по реке Камчатки до села Ключи, закончив путь подъемом на Ключевскую в Сопку. На пути группой будет сделан ряд восхождений на близлежащие скалы. Группа займется изучением форматора реки и части ее истоков. На пути будет проводиться массовая работа среди населения, будут сделаны художественные съемки и зарисовки. Обратно экскурсия вернется из Усть-Камчатска пароходом. Но это не точно. Вот и закончилась очередная неделя, рассмотренная в выпуске «Камчатка. День за днем». Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. Если вам интересно узнавать, что происходило на нашем полуострове в разные годы века минувшего, пишите комментарии. Помните о том, что если у вас есть лишние деньги, вы можете оторвать их от семьи и прислать в качестве донатов, то есть пожертвований на развитие канала по ссылке в описании. И каждый из тех, кто эти деньги пришлет, будет принимать участие в ежемесячном розыгрыше какого-нибудь моего фотоальбома. предыдущие два альбома, альбома «Петропавловский» и «Альбом о природном парке на Лычеве» уже нашли своих адресатов. Ах, да, чуть не забыл. Если вы здесь впервые, то, пожалуйста, выполните вот эти рекомендации в правом нижнем углу кадра для того, чтобы не пропустить новые видео на канале. До свидания.